Всем привет! С вами Закупачий. Смотрите, что мы купили в детском мире. Новые наборы появились. Сделай сам. Жвачка для рук пахучая и не липучая. Страшно приятная и текучая. Аромат маффин. Должно вкусно пахнуть. От 10 лет. Сделай сам. И тут даже на коробке сразу есть инструкция по применению. Как-то все замешивать. Ну, таких лизунов я уже делал очень много. Ссылочки будут в описании или в правом верхнем углу. Посмотрите мои прошлые видео. Там много прикольных я делал жвачек для рук. И давайте открывать. Все это было в целлофане. А, кстати, пока не забыл. В следующем видео жмите колокольчик, чтобы не пропустить. Мы еще сделаем вот такую. То есть у них там от этого производителя есть две жвачки для рук. Такая квадратная и такая продолговатая. Но это будет в следующем видео. Поэтому ставьте лайки, если хотите увидеть продолжение. Давайте смотреть, что там внутри у нас в наборе. На самом деле коробка практически пустая была изначально. Потому что, смотрите, здесь есть пупырка. Очень много. Еще пупырка. Обалдеть. Ну, короче, похожая на пупырку штука. Потом есть, что это? Жвачка для рук инструкция. А, то есть не только на коробке инструкция. Но еще есть инструкция вот такая, видите, пошаговая. То есть все у нас должно быть. И давайте посмотрим на комплект. В комплекте у нас, смотрите, есть стакан детский. Вот такой емкость 0,2. Потом есть, что это такое? Поливинилоцетат. Это глицерин. Палочка от мороженого, чтобы менять. Это мешать. Натуральный ароматизатор поразрачный. Натуральный краситель красный. У нас, кстати, где-то есть красители другого цвета. И раствор тетрабората натрия. Ну, то, что можно купить в апсеке и делать лизуны самому. Но также, смотрите, есть перчатули. То есть, чтобы в перчатках все делать. Ну, давайте приступим сразу. Получается, да, у нас такой стакан треснул. Ну, давай в этом делать. Давай по инструкции, что надо. В первую очередь наденьте перчатки. Ну, перчатки я потом одену. Поливинилоцетат. Весь выливаем в стакан. Он такой, знаете, как клей. Как клей? О, смотрите, какой он. Такой странный. Вот у меня всегда интересно. Вот надо прям лить прям до последней капли. Вот как ты узнаешь, что вылил все прям до последней капли? Он уже прозрачный. Может, он чуть-чуть осталось? Для меня осталось. Ну, ладно, фиг с ним. А-а-а! Мама, а надо салфетки принести. Принеси сразу салфетки вытирать все. Да. Лишнее. Да, нужно, скорее всего, брать с собой салфетки, чтобы все лишнее вытирать. Так, давай. Не трогай, аккуратно. Плазково. Да, испачкалось. Чуть-чуть мы пролили. 10 капель красителя. Валя говорит, весело, выливай, потому что мы всегда, получается, если делаем по деструкции, то он бледный получается. Ну, давайте сейчас посмотрим, как она пойдет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, одиннадцать, 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 одиннадцать. И соль. О, какой тут краситель классный. Ничего себе, обычно они не такие яркие. Вау. Этот прям очень яркий. Вау. Молодец. Тщательно перемешиваем. Пять капель натурального ароматизатора, чтобы он вкусненько пахнул. Да. Да будет вонючее. Они говорят, даже не подносите его к носу, что там написано в инструкции. Раз, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, восемь добавим, чтобы сильно не вонял. Я хочу чего-нибудь всего добавить, чтобы прям... Ой, фу, ну уже начал вонять. Пахнет маффином, правда. Такой химически редкий запах. Сейчас, по идее, я его перемешаю, будет не такой вонючий. Теперь выливаем сюда весь глицерин. Кстати, этот цвет, посмотрите, обалденный. Прям какого-то мороженого растаявшегося. Так, глицерин весь, да, щербет похож. Берем глицериневус и весь сюда. Вот меня бесит, потому что это глицерин. Сырин! Что это было? По-моему, у нас сейчас будет... Ты же любишь лизуны со штучками все? В лизуне будет глицериновый, это пипетка валяться. Но сейчас мы размешаем и достанем ее, я думаю, ничего страшного не будет. Да, вот это. Нет, а другая еще будет. Да, другая штучка. Вы видели, как она вылетела? Я даже не заметил, честно говоря. Слишком сильно его сдали. Да. Давай сейчас перемешаем глицерин. Может, так и оставить эту пипетку там внутри? Ты же любишь лизуны. Так вот он. Несите какой-нибудь пакетик, чтобы это все взять аккуратненько. А да, возьми салфетку его. Просто руками тут трогать нежелательно написано так. Ну, фиг его знает. Мне кто-то пишет в комментариях, что вообще перчатки не надевают. И детям я советую обязательно перчатки надевать. Но если делает взрослый, я думаю... Я даже работал раньше на заводе, и мы растворителем руки все мыли, и у меня ничего с руками не было. Так что я человек привыкший, а если дети, то лучше это не делать без перчаток. Так что, внимание, оденьте перчатки. Так, тут мы... Ну что, мы вроде как тщательно все перемешали. Я уже задолбался перемешивать. Вроде стакан, кстати, не треснул, как у нас бывало. Так, теперь самый главный этап. Нужно постепенно вливать в стакан цитрабора натрия, одновременно размешивать массу. Попросите взрослых вам помочь. Да, сейчас мне понадобится помощь моей жены. Открывай, Валюша. Сейчас Валя будет это все заливать. Весь надо заливать? Да, написано весь. Так, я сейчас буду размешивать. Ну давайте я так камеру увеличу чуть-чуть, подождите. Вот так, хоп. Ничего, чтобы не мешало, Валя будет вливать, а я буду мешать. Давай, потихонечку. Давай-давай, замешивайся. Смотрите, уже там что-то загустевает. Мы даже залили совсем чуть-чуть. Он слишком слабо идет, поэтому мы ему решили носик чуть-чуть подрезать, флакончик. О, Валя подрезала, сейчас должно. О, постепенно Валюшка. Ого, нифига себе он бурлится. Вот он сейчас прям получается, прям отлично. Давай. Да все, выливай. Просто на некоторых лизунах, прямо написано, обязательно постепенно вливайте. Некоторые же мы делали, там было просто вылететь и перемешать тщательно. О, смотрите, получается что-то. Ну, цвет обалденный. Милая, милая, милая. О, смотрите что. Ну все, я думаю, его можно доставать оттуда. Да. И помешать так, ручками. Да еще. Да не, не надо перчатки, сейчас прилипит. Да. И вот он наш лизуниус. Милана говорит, что он очень липкий. Пока что липкий. Сейчас я палочку оторву. И перемешаем его руками. О, да, он очень липкий пока что. Ну, пока что просто табонат плохо промешался. Вообще, я вам не советую доставать его руками в этот момент, пока он еще не полностью... Ой, как он пахнет. Это просто бесподобно. И мы на тост попахем. Давайте его сейчас. Басик убившим. О, я уже чувствую, что он прикольный. Он напоминает лизун. Блин, я не помню. Ссылочка опять же будет в правом верхнем углу. Какой-то лизун мы делали, он был офигенный. Тоже набор такой же сделай сам. А остальные лизуны у нас что-то фигово получались. Наверное, у нас за всю историю канала только один раз. Получился нормальный лизун. Так, сейчас мы... Нет. Ой, ну запах очень резкий. И вот Валя хотела весь ароматизатор добавить. Но лучше не надо. Да подожди, я его еще перемешиваю. Я знаю, нет, положи, дай я покажу. Валю что-то хочет показать. Потому что ты его мнешь, как-то, ну вот, вот так, вот так, вот так. О, это называется шмекать лизуна. Сейчас он должен лопать. О, видишь? Ну, смотрите, у меня пузыри получаются в натуре. Зацените, какие часы у нас журной одинаковые, только с разными значочками. Мне даже в комментариях постоянно пишут, типа, о, у меня такие же. Так, нужно вот так вот перелистывать. Перелистывать. О, обалденно пахнет прям именно маффином. И цвет получился классный, не знаю. Мне кажется, больше красителя туда не надо было добавлять. И он такой прям резиновый пока, но мне кажется, мы его не до конца перемешали. Надо лучше мешать. То есть он немножко... Не, ну он обалденный. По сравнению с теми лизунами, которые можно купить за эти деньги, цену я, наверное, в начале видео вам показал. Стоил он что-то 200 рублей, да? 239. 239 по акции как раз-таки. Вот, разорвину пополнил. Я, если найду в Дочке-сыночке, потому что я, в основном, мне нравится магазин Дочке-сыночке, но эту штуку я купил в детском мире. Если я найду эту штуку в Дочке-сыночке, я вам ссылку оставлю в описании. Ну-ка, прыгает он? Ну, пока он слабо прыгает. Мне кажется, он будет лучше перемешать. Да, он липнет. Мне кажется, его трубочкой будет обалденно надуть. Валя, принеси трубочку. Давай, Милан, перемешивай. Да, он даже попукивает. Можно делать еще косичку. Косичку можно делать. О, папа, ты! В общем, это реально обалденный лизун. Ну, только посмотрите. За эти деньги? Это вообще обалденно. Надо лучше перемешивать, он начинает к рукам липнуть. Плохо перемешали. У меня тоже пахли руки. Да? Ну, у меня тоже печеньем пахнет. Пахнет прям печеньем, даже не маффином. Вот это, как оно, наше любимое печенье, что мы покупаем, утреннее. Ну, юбилейное. Юбилейное. О, пахнет юбилейным печеньем. Ну, что, Олюш, ты убирай. Опять кошачьи волоса на столе. Вот кошка, я бы сказал, кто она. Лися. Угу, точно. Я наду его. Ты надуешь? Да. Давай, Милан, пробуй. Поп. Да не, не получается. Не тоже. Не тоже не получается. Давайте я его сейчас помешаю. Да. И покажу вам его. Хи-хи-хи. Прикрыть, прикрыть, да. Смотрите, жена нашла способ, как его надувать. О! Ёба-ё! Классно? Да, надо чуть-чуть прикрывать дырку, и он начинает надуваться. Фукает. О-о-о! Смотрите, какой! Сейчас лопнет. На лицо он не попало? А теперь вот так его пошли. Офигенно. Он будет шлепал. Смотрите, а еще он вот так умеет. О-о-о! Это вот это. О-о-о! Класс! О, у Миланы тоже получается надуть его. О-о-о! Лопало! А еще он тянется. О, видите, как он льется у меня. Можно делать сосиску просто. Вот так. Керчу пустировать. Смотрите. Сейчас мы сделаем этот пирог. Это, я напоминаю, у меня в руках сейчас половина лизуна. Вторая половина у Миланы. То есть, его на самом деле много получилось, да? Такой достаточно большой лизун. Ну, там, кстати, было написано, что он хорошо прыгает. Но на самом деле, нифига, он не прыгает особо. Ну, он прыгает. О! Ну, совсем чуть-чуть. То есть, я не могу назвать, что это прыгает. Лучше всего он мнется, и это хрюпает. Продолжение следует... Ну-ка, Милана, давай проверим, как лизун тянется. О-о-о-о-о! Отлично тянется, да? О, падает. Падает. Давай его в кучу. О! Да, народ, смотрите, он отлично тянется. Ой, из него можно сделать косичку. Косичку с творогом. И продать. В общем, обалденный набор. советую. Если будете в детском мире там или в другом магазине, увидите где. Покупайте классные. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Закупач, Милана и моя жена Валя. Встретимся в новых сериях. И, пожалуйста, нажмите колокольчик и подпишитесь на мой инстаграм. Там выходят всякие анонсики новых выпусков, чтобы ничего не пропустить. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok